в наших делах. То, что касается вопроса Ефима относительно братьев Шламо, какова их судьба, я не могу ответить сразу, это возьму себе на домашнее задание, относительно того, что вроде бы можно представить себе, что колено Минаше жило еще до выхода из Египта, жило в земле Израиля на своих территориях, скажем, за Иорданом, есть такие комментарии, мне они представляются несколько проблематичными, потому что по определению Маорала еврей это тот, кто совершил исход из Египта, прошел через раступившееся море и стоял у горы Синай. Представить себе, что часть колена Минаше или даже значительная часть колена Минаше жили на территории земли Израиля с восточной стороны от Ярдена, это значит сказать, что они не совершили исход и не прошли весь тот путь, который прошли сыновья Израиля, и понятно, что это представляется очень проблематичным, беру на себя проверить еще раз эту информацию. До сих пор мне казалось как-то это не совсем правильным идти по этой линии. Теперь мы с вами возвращаемся, или может быть мы уже находимся в книге Девраеми, в книге Хроник. И вот, я пытаюсь поднять для вас материал, одну секунду. И здесь возвращаясь, скажем, к характеру самой книги, нам нужно представить с вами, что, естественно, при возвращении из гавилонского плена мы все время имеем дело с именами, будь то в книге Эзра и Нехемии, когда есть подробные перечисления тех, кто вернулся, и дальше еще несколько раз перечисляются те, кто живет в Иуде. И здесь мы, понятное дело, в книге Хроник постоянно имеем дело с именами. Это связано вот с каким моментом сыновья Израиля, оказавшись в гавилонском плену, сохранили свитки свои, которые говорили об их родословной, об их происхождении. Как они туда попали? Возможно, через пророка Еремиягу попали свитки, которые были в храме. Мы знаем, что каждая женщина, родив ребенка, она приходила в храм принести жертвы. Когда она приходила в храм, то происходила и запись детей. Может быть, это иногда происходило позже, чем рождение даже на год и на два. Но старались всех детей записывать в храме, регистрировать их рождение у кавенов, и свитки хранились в храме. И вот Эзра, возвращаясь из Бавеля, он взял с собой эти свитки. Я напомню, что речь идет о 352-м годе до этой эры, когда уже в 352-м или даже, можно сказать, 348-м годе до этой эры, когда уже стоит храм, в основном построен, там ведется служение, Эзра поднимается из Бавеля. И вот в Бавеле всегда хвалились тем, что у них родословное более четкое, чем в Израиле. Так всегда говорили на протяжении эпохи Талмуда, Танаев, Амараев, и даже позже. Почему? Оказывается, все не так просто. Я для вас выписал отрывок из книги Тулдот Амалам, родословная, как бы, или история сыновей Израиля, вечного народа, история вечного народа, Раф Ротенберга. Я бы сказал, классический труд по истории, основанный на наших источниках. И вот здесь он пишет, давая ссылки на каждый из моментов, он говорит так. «В то время согрешили сыновья Иуды, так как не пошли за Эзрой, не вняли его призыву, когда говорил им, поднимайтесь с земли Израиля, ибо в спокойствии прибывали в Бавеле». И это можно понять изъема девятого листа. А братья их на земле отцов жили в нищете, тяжело трудились и испытывали страх перед всеми племенами, окружавшими их. Поэтому лишнемногие выразили желание подняться вместе с Эзрой. Сказал Эзра, с этого момента не будет у вас благословения, обратился он всем, кто остается за пределами земли Израиля и не хочет совершить восхождение в нее. «И как братья ваши в Юде, будете сеять много, а собирать мало. И будете насыщаться не будете, и пить вино, а пьянеть не будете». Так говорится в Танхума к главе Титсаве. «И укрепился Эзра и собрал глав домов, людей известных и мудрых, чтобы поднялись с ним, а за ними потянулись другие». То есть Эзра забрал мудрецов, забрал Сангедрин, который был в Бавеле. И тогда ему пришлось забрать с собой, по крайней мере, уговорить многих и многих из тех, чья родословная была под сомнением и требовала установления, уточнения ее, утверждения в Сангедрине, в суде. Поскольку мудрецы и Сангедрин приезжали в Бересесуэль, он забрал с собой всех, не всех, а по крайней мере значительную часть из тех, чья родословная требовала подтверждение. И уже в Израиле, в Иуде были суды, которые восстановили и утвердили на основе свидетельств, установили родословную, утвердили родословную тех, в чьей родословной можно было сомневаться. Таким образом, мы, соприкоснувшись с этой информацией, можем с вами почувствовать ту атмосферу, в которой составлялась книга Девреи и Мим, книга Хроник, родословные еврейского народа. Мы по ней очень хорошо и четко видим, что мы не потерялись, мы не смешались с народами мира. Мы сохранили свою родословную, свои записи и, вернувшись из Вавилона, принесли не только традицию, не только Тору устную и письменную, как мы с вами говорили, не только нашу традицию, но и принесли, так сказать, сами себя, людей, которые ведут свою родословную от Аврагама, Исхака и Яакова. Это один момент в качестве видения. Другой момент, немного, может быть, возвращаясь к старому прошлому, к нашему прошлому уроку, это книга Дворим, 32 глава, и здесь говорится так, призыв такой, скажем, в скобках говоря, изучать историю. Также в скобках можно сказать, что Рав Кук всегда связывал слово «история» со словом «тора». История, по-русски очень хорошо, как бы то, что вытекает из Торы, подчеркивая необходимость изучения не только наших святых текстов, не только Талмуда, но и истории. И действительно, здесь в Деврея Мим говорится, прошу прощения, в книге Дворим говорится такой момент. Помни дни мира, Емотулам, мир, можно просто перевести как история, помни историю, внимательно вдумывайся в поколение и поколение, годы поколения и поколения, или в годы поколения за поколением, спроси отца твоего, и он поведает тебе, отец в данном случае – это пророк, обратись к пророку, если ты что-то не знаешь, он поведает тебе из прошлого, то, что было, старейшину твоего или стариков твоих, имеется в виду мудрецов, как мы представляем себе, и скажут они тебе, они истолкуют тебе события прошлых дней. И вот что очень важно, то, что подчеркивает книга Девреемин, Девреемин, Беанхель Эльйон Гоим, когда Всевышний давал уделы всем народам, всем народам мира, когда Он разделил сыновей Адама и утвердил границы им, утвердил границы народам по числу сыновей Израиля. Еще не было сыновей Израиля, когда произошло Великое рассеяние после разрушения Вавилонской башни, но уже разделение на 70 народов произошло, да, и как бы это в соответствии с сыновьями Израиля. Здесь причина, здесь следствие, трудно сказать, почему 70 народов, потому что потом 70 сыновей Израиля, или 70 сыновей Израиля, потому что 70 народов, но это совершенно не важно. Мы видим в этом коротком замечании ту задачу, которая возложена на сыновей Израиля. Сыновья Израиля должны занять, так сказать, лидирующее место во всем человечестве и исполнить то предназначение, которое не смогли исполнить народы мира. взять на себя нагрузку всего того, что должны были взять на себя всю ту нагрузку, которая должна была лечь на плечи всего человечества. Так, например, говорят, что благословение Ицхака, когда он понимает, что к нему пришел некто, не то Исав, не то Яков, и он говорит, руки, руки, голос, голос Якова и руки, руки Исава. И это многие комментаторы воспринимают как благословение. Но в чем благословение? Яков и Исав должны были разделить между собой две функции. И Яков должен был взять на себя функцию духовного наставления в мире, а Исав должен был взять на себя функцию такую более материальную, установление порядка, власти, созидание материальных ценностей и, может быть, даже и войны со злодеями. Это должны были быть две функции, которые должны были разделены между двумя братьями. Но один из братьев Исав избрал дорогу злодейскую, и второму Якову пришлось взять на себя обе функции, и духовную, и материальную. И функцию наставления, распространения, так можно сказать, духовности во всем мире, и также функцию народа-созидателя, народа-строящего, народа-возделающего землю, и народа-способного защитить себя с оружием в руках. Голос-голос Якова, руки-руки Исава. То же самое, 70 народов и 70 сыновей Израиля. И, как мы видим, еще раз можем подчеркнуть, для Тора это настолько важно, что в одном из последних наставлений Маше подчеркивает это для сыновей Израиля. И дальше пробираемся с вами, дальше возвращаемся к нашему тексту Деврей, Деврей Аймим, и движемся по нему. То, что, может быть, еще хотелось бы подчеркнуть из того, что мы по тем или иным причинам подчеркнули, можно представить себе вот что. Мы помним, что здесь родословное идет к Аврааму через Шема и его потомков Санагашема, и Лама, Шур, Арпахшат, и Луд, и Арам, Уцехул, Гетер Меших, и Арпахшат родил Шелыха, и Шелых родил Эвера. И вот тут на Эвере немножко останавливаем, мы останавливаемся и видим, что у Эвера родилось двое сыновей, имя одного Пелек, ибо во дни его разделилась земля. То есть при рождении сына Эвер дал имя своему сыну Пелек, разделение, потому что в его дни должна была разделиться земля. Все шло к крушению Вавилонской башни, может быть, еще даже, может быть, и к строительству, а потом к крушению, мы не знаем, в какой момент это происходит, но Эвер дает имя сыну своему в связи с теми событиями, которые должны произойти. Из этого мы видим четкий, совершенно можем сделать вывод, что Эвер был пророком. И, как мы с вами говорили, знание о Боге, о Всевышнем, хранилось о единстве Всевышнего, хранилось у Шема, и через Эвера передалось Тераху. Подчеркнем еще раз, что Терах не был сам по себе идолопоклонником, но предпочитал не раскрывать истинные знания другим, а продавал им в некоторые упаковки идолов, которые, или идеи божеств, которые ему казались более удобны и более приемлемы для всех народов, чем вера в единого Бога, да. И вот вера в абсолютного Бога, можем сказать, да. И вот Девриимин подчеркивает, как мы с вами говорили, Авраам, он же, он же Авраам, да, подчеркивает, что с Авраамом был заключен союз сыновья Авраама, Ицхак и Ишмаэль. Это то, чему мы посвятили значительное время наших занятий, чтобы сказать, что Авраам в Ишмаэле видел преемника своего дела. Безусловно, он к Ицхаку относился как к сыну, как к любимому и так далее, но Ишмаэль мог быть преемником его дела с точки зрения Авраама. И вот они упоминаются здесь как бы на равных Ицхак и Ишмаэль. Дальше мы видим здесь родословную Ишмаэля, вот, и продвигаемся дальше, да, и попадаем во вторую главу, в которой говорится, вот сыновья Израиля, Увен, Шемон, Леви и Иуда, Исахар, Изулун, Дан, Иосеф, Ибиньямин, Нафтали, Гад и Ашер. И дальше сразу говорится о сыновьях Иуды. Как мы с вами говорили, основная задача Эзры – это не восстановить полную картину, а привести к родословной, построению родословной царского рода, к родословной царя Давида, да. И вот мы с вами видим, здесь упоминается и перец, да, и мы движемся, у нас есть, упоминается, нахшон, сейчас мы, безусловно, вернемся с вами, да, просто чтобы увидеть эту линию, вот, и, да, и так далее, и так далее, пока, значит, в родословной Иуды не появляется, не появляется Боаз, да, вот, родился Боаз, и Боаз родил, ловый Довид родил Ишай, и Ишай родил первенца своего Ильяба, и второго, и так далее, и третьего, четвертого, и седьмой Давид, да, Боаз, как мы с вами хорошо знаем, знаем из книги Руд, обид Ишай, и Давид. Но давайте посмотрим, что здесь, что здесь скрывается в родословной Иуды. Возможно, это уже внесено как-то и в Тору смысл тех событий, которые происходят с Иудой, но здесь Эзра так или иначе как-то выделяет эти, выделяет эти моменты сыновья Иуды, Эр и Анан, да, и Эра Анан и Шейла. Мы с вами помним, что Эра и Анан погибли, что сначала первый женился на Тамар и умер за свой грех, потом Анан женился на Тамар и умер за свой грех, да, вот, и, да, они, и Эр, и Анан, и Шейла, третий сын, они от сыновья Иуды, от Бат-Шуи Кананьянки, да, и тут, конечно, зажигается красной лампочкой, мы представляем себе, что и Авраам еще завещал, завещал Ицхаку и требовалось его слуги Илиазара, чтобы, от своего слуги Илиазара, чтобы тот не брал жену Ицхаку из дочерей Канаана. Мы помним, что говорили с вами, что Канаан отличался исполченными нравами, что среди Канааней распространялись человеческие жертвоприношения, эта идея человеческих жертвоприношений пошла потом, пошла на весь мир. Конечно, можно взять жену и надеяться, что она пойдет за мужем и оставит привычки своего народа, но, тем не менее, Авраам велел не брать из местных женщин жену для Ицхака. Понятно, что та же самая рекомендация, она осталась и для сыновей Якова. И тем не менее, Иуда женится на Канаанке. Можно представить себе, что в Торе говорится, что Канаани можно комментировать как торговец Канаани. Это как бы, как сказать, имя стало собирающим, перенеслось имя народа, стало понятием. То есть Канаани – это народ, но поскольку Канаани были торговцами и их корабли бороздили Средиземное море и достигали самых далеких стран, то и название народа, оно стало идентифицироваться с торговец Канаани. Но, скажем, по крайней мере, Мальбим говорит, что здесь есть ясное указание в Деврейне именно то, что это Батшу было из народа Канаан. Теперь, значит, почему мы всегда можем, скажем, или должны, не всегда это делаем, но должны спросить себя, почему произошло это с Иудой. Конечно, в жизни трудно найти все связи, причинно-следственные связи, за что, что и почему, но в Торе они все-таки очень часто, очень часто прочерчены довольно выпукло. Мы помним, что Иуда после того, как Иосиф был продан в рабство, он отошел от своих братьев и стал жить отдельно в области Адулам. И там он женился на дочери Шуа, по всей видимости, по крайней мере, по Мальбиму, на Кананьянке. Значит, мы уже понимаем, что есть большая связь с продажей Юсефа. И все в этом мире получается, как мера, получается, как мера за меру. И Юсеф был продан в Египет. Он женился на… Его женой была дочь, была дочь… Его жена была дочь, которая родилась у Дины в Шхеме, дочь Кананья и дочь жителей земли Канаан. И Иуда также, как бы по той же причине, или как бы по причине связанной, то, что он должен был отойти от братьев и жил один, жил самостоятельно между братьями. Как мы помним, возник конфликт из-за того, что они упрекали Иуду, что он не предложил спасти Юсефа, не предложил оставить Юсефа в живых просто и оставить его дома у отца, а предложил его продать в рабство. Иуда побоялся. Он думал, что братья не восстанут против него. Но, как всегда бывает, конфликт возник позже. И начали взаимные обвинения. Иуда его обвиняли в том, что из-за него продали Юсефа. Вот, если бы он сказал, то его бы не продали. И действительно, у Иуды была, он был старшим, ведущим среди братьев, и у него была сила остановить продажи Юсефа. Он это не сделал. И он пострадал. Пострадал, пострадал каким образом. он женился на Канайниянке, как Юсеф находился в Египте и должен был жениться на ком-то из дочерей Хама, из дочерей Египта, из дочерей Хама. Ему, так можно сказать, в полушутку повезло. Он женился на дочери Дины, которая оказалась в Египте. И она была дочерью, как мы говорили, человека из Канана. Также то же самое прослеживается и у Иуды. У Юсефа мы понимаем, что у него, если бы он остался дома, то у него бы родилось больше сыновей. У него родились только двое, Ефраем и Минаше. И вот мы видим, что и у Иуды первые сыновья умирают, погибают, как наказание за то, что он лишил Юсефа возможности жить, так сказать, плодиться и размножаться, поднимать своих сыновей. И у него вместо большого сыновей родились только Ифраем и Минаше. Конечно, у каждого человека остается свобода выбора, безусловно. Но, тем не менее, есть и какие-то изначальные предпосылки, его предпосылки при рождении и, скажем, да, и судьба Иуды и его сыновей, которые погибли за свой грех. Безусловно, можно сказать так, что часто дети не погибают, потому что заслуги родителей их защищают. Да, здесь этого не произошло, и дети, которые грешили, заслуги Иуды их не защитили, и он лишился своих сыновей. Это та, примерно, внутренняя логика, которые здесь, здесь происходит. Дальше Иер, первенец Иуды, был неугоден в глазах Бога, и он умертвил его, и мы помним всю эту историю, и Тамар, невестка его родила ему перец из эраха. Теперь мы с вами можем понять, да, почему с Иудой произошло это, почему он должен был вынужден жениться на Тамар. Почему так сложилось, почему фактически по пророческому повелению он женился на Тамар, которая была женой до этого двух его умерших сыновей. То же самое происходит с ним, это наказание за то, что был, за то, что был продан Юсеф, как бы, если так можно сказать, ответственность небеса возложили в значительной степени на него. И вот, в конце концов, у него рождаются перец и зерах, да. И сыновья зераха, и мы видим, что очень быстро, пропуская многие моменты родословные, да, сокращая их, эзра выводит нас к Ахар, человеку по имени Ахар. Он, да, он сын Карми, который является сыном Земли, да. Но быстро-быстро, как бы, здесь все сокращается, и здесь Карми не указан отдельно, вот, не указан, как бы, в цепочке родословной Зимри, а сразу говорится, и сыновья Карми Ахар или Ахор, да, наведший беду на Израиль, совершивший преступление, взявший из заклятого. Здесь мы понимаем, в чем речь, да, что, вот, скажем, ошибка иуды, то, что был продан Юсеф в рабство, она тянется через многие поколения, да, и там, где, там, где есть слабина, там, где есть слабая точка, нету помощи небес, нет защиты небес, и завершается преступление, да, какое, какое преступление, мы, если представим себе всю обстановку, да, то мы помним, что речь идет об Ахане, который взял ожерелье и плащ из Ерехо, присвоил их себе в то время, когда Яшуа наложил на весь народ клятву, чтобы ничего не брали из добычи, чтобы вся добыча была отдана в мешкан, переносной храм, потому что вся добыча, как бы, когда произошло такое чудо, что вся добыча принадлежит Всевышнему, это не потому, что Всевышнему нужна какая-то добыча золота и так далее, да, но потому, чтобы люди понимали, что их не было никакой заслуги, Всевышний отдает им землю. Нате, берите, владейте. Они не приложили со своей стороны никакой заслуги, вся добыча из Ерехо должна была быть отдана в мешкан, а хан присвоил себе добычу и тем самым проявил глубокое непонимание, глубокое непонимание чуда, да. Здесь Эзра, по всей видимости, надеется, что мы вспомним, что во главе народа, завоевывающего землю, проникнутого любовью к земле Израиля, выходящего в бой с войском, ведущего войска, стоит Яшуа, потомок Ефраима, потомок Йосефа. И здесь две такие противоположности, недостаток, понимание чуда. Отсутствие любви к земле Израиля, где-то оно, где-то оно лежит в колене Иуды, и любовь к земле Израиля, лежит в, характерно для потомков Йосефа, да. И, как бы, да, то есть эта слабина Иуды, она проявляется через, через поколение. Здесь в скобках можно, здесь в скобках можно заметить, попытаться представить себе, почему братья продали, почему братья продали Йосефа, да. Йосеф, как мы можем себе представить, да, он был человеком совершенно другим, отличным от братьев, особенно от Шимона и Леви и Иуды. Когда братья вышли на завоевание Шхема, Йосеф с ними не вышел. Он отказался завоевывать Шхем, потому что он был против войны, против убийства. Он считал, что задача сновей Якова распространение благословения на все народы и тем самым их исправить. И, если возникла такая ситуация, то нужно молиться Всевышнему, просить у него, чтобы он исправил ее каким-то образом, чтобы Дина была освобождена, вот. И Йосеф не вышел на войну, для братьев это было, как мы можем представить себе, предательством, да. И с этого начался конфликт между братьями и Йосефом и, в конце концов, продали его братство. Мне кажется, что это всегда важно понимать, чтобы не думать, что из-за полосатой рубашечки, да, вот, или из-за того, что он что-то говорил у братьев отцу, да, вот, что они его продали, продали в рабство, хотели даже убить и продали в рабство. Речь идет об отказе выйти на войну, о принципиально другой позиции, нежелании воевать и так далее, да. И Йосеф оказался в Египте, как мы помним, и его идея была преобразовать, принести благословение народам, принести благословение народам мира, да. В результате это закончилось, закончилось провалом, и Йосеф сказал, вынести мои кости отсюда, да, как мы помним с вами. И здоровым таким сильным началом Йосефа стало, в общем-то, все к Алене Ефраима и Игошуа, которые были проникнуты любовью к земле Израиля, да, и вот интереснейшим образом здесь в начале земли из воевания пересекаются, да, пересекается Иуда с его проблемами, да, вот, и Йошуа, да, Йошуа, как бы старая проблема продажи, продажи Йосефа, какова бы ни была вина Йосефа, как бы она серьезно она не была, как бы его не считали предателем, не стоило продавать брата в Египет, это то, что мы можем себе представить, да. Вот я сейчас вижу, что у нас в чате где-то есть вопросы, да, сейчас я попробую посмотреть, окей, вот я не совсем понял, у меня есть, так, вот тут есть обращение, так, окей, сейчас я попробую сделать это, секунду, 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 есть некоторые проблемы, я сейчас попробую, мы попробуем ее решить, я так понимаю, что она техническая проблема, несколько, сейчас, одну секунду, в чате нет вопросов, да, 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 но есть некоторые, есть некоторые проблемы, секунду, секунду, прошу прощения, у меня был вопрос, и потом вопросы исчезли. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, секунду, 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 секунду. Так, секунду, секунду, так, я не совсем понимаю, что здесь, я не совсем понял ту проблему, так, секунду, секунду, так. Секунду, секунду. Да, Ефим, пожалуйста, да, вы говорите 22, да, Сегуф родил Яира, и было у него 23 города в земле Гелад, но взяли у них Гешури, Арам, селение Хават-Иркина, на окрестности его 60 городов, все они сыновья Мехира, отца Гелада, да. Вот, и после смерти Хицрона, Калев и Фраджина Хицрона, Авия родила ему Акшура и так далее, да, это не, я не вижу здесь как бы однозначного факта, да, что сыновья Минаше живут в этих областях, живут в Геладе, да. Вот, и было у него 23 города в земле Гелад, да. Здесь все как бы перемешано, хронология, как мы видим, здесь не очень соблюдается, поэтому утверждать, что это, утверждать, что это относится к периоду, когда сыновья Израиля находились в Митсраиме, в Египте, очень, очень трудно, да. Попробуем разобраться. Так, у кого-то там, господа, включен микрофон, включен микрофон очень активно. Раз, два, три, раз, два, три. Можно уточнить, да? Да, пожалуйста, да. Да, просто это ссылка на вот эти пункты указывается в коменте от Рава Шерки. Ну, правильно, да, я скажем, да, я вам сказал свое соображение. Рав Шерки, это Рав Шерки, и как бы ни в коем случае не отрицая его авторитеты, я вам сказал, что для меня это выглядит странно, потому что те, кто не совершил исход из Египта, непонятно, как они живут дальше, как они живут дальше с Торой, потому что Торо, это не только книга, и это не только устная передача, это Тора, это и стояние у горы Синай. Все, кто стояли у горы Синай, они приняли Торо, все, кто не стояли у горы Синай, они не приняли Торо. И даже те, скажем, египтяне, народы, которые вышли сыновьями Израиля из Египта, они стали равноправными фактическими членами общины. Возможно, были какие-то разграничения невозможные, были точно, скажем, там ограничения, было разделение, но при этом потом они вошли в землю Израиля, и они, в общем-то, стали частью тех колен, рядом с которыми находились их стоянки в пустыне. Это, скажем, да, тогда непонятно, как определить их, как евреев этих сыновей, которые живут там и которые не совершили сыновей Минаша, которые живут там и не совершили исход из Египта. Это моя проблема, скажем, да, из-за которой я не готов принять этот комментарий. А дальше с этим можно как-то делать что-то, что вы хотите. Я как бы не готов посмотреть на вещи таким образом, не считаю, что в этом есть какая-то необходимость комментировать таким образом. Вот, скажем, да. Теперь, если… Значит, мы немножко представили себе, как здесь затронуты проблемы Иуды и Юсефа. Мы видим, в каком, скажем, таком сжатом конспекте дается эта информация. И упоминается и эры Анан, да, и дается точное, более точное указание в Ториче, что это Батшуа из Канаанеев, да, и выводится линия, мгновенно выводится к Ахану, которого называют Ахор, да, здесь называют Ахор, потому что он замутнил сыновей Израиля, как говорится в книге Яшуа, да, Ахартану, говорит ему Яшуа, да, то есть замутил нас. Здесь он называется Ахор или Ахар, да, вот. Но мы с вами пробираемся дальше. И здесь есть еще одна очень важная, одна очень важная линия, да, это линия, это линия, которая выводит к царю Давиду. Царь Давида, да, царь Давида происходит от, прошу прощения, родословную царь Давид ведет от Нахшона, да, того самого Нахшона, сына Аминадама, который первым шагнул в море, да. Да, кто же он такой, почему это происходит, да. Мы понимаем, что Нахшон, он князь колена, князь колена Иуды. Но здесь такой интересный момент, да, мы видим, что Всевышний, то, что мы видим из информации из книги Шмон, видим через Раши, что он обещал дать царский дом, вывести царский дом, произвести царский дом от Йохевет и Мирьям. Две повитухи, которые отказались убивать детей при рождении, они удостоились того, что у них благословение, что от них произойдет царский дом. Но, как бы, каждое благословение, да, оно дается как потенциал, да. И если от Йохевет действительно пошли левиты, пошли левиты, священники, дом священников, Аарон стал, Аарон, сын Йохевет, стал первосвященником в переносном храме, и от него ведут свой род все священники, то не от Мирьям, а через Нахшона, через Нахшона пошел царский род. Мы понимаем, что тот, кто первый вошел в море, что тот, кто был готов повести за собой сыновей Израиля прямо в море, проявил, проявил веру во Всевышнего, увлек за собой всех сыновей Израиля, он удостоился того, что впоследствии от него линия прошла к царю Давиду. Мирьям, как мы с вами сейчас увидим, она тоже получила благословение, да, и от нее тоже произошли очень важные люди, но вот этот царский дом, он ушел к другому человеку, к другому человеку, к тому, кто первым вошел в море, да. Теперь смотрим с вами как, значит, мы видим с вами, что Нахшон, князь сыновей Иуды, да, и Нахшон родил Салму, и Салму родил Боаза, да. Значит, можно подумать, что означает это имя Боаз, да. Мы помним, что у входа в храм царь Шламо поставил две колонны, одна из которых носила имя Боаз, а другая Яхин. Как понять эти намеки царя Шламо? Две колонны, как бы мимо них проходят всякий входящий в храм, приближающийся ко Всевышнему, да. Яхин от слова. Яхин, как мы понимаем, приготовить. То есть это то, что человек, скажем, да, то, что человек готов воспринять от Всевышнего, да. Та сила, то благословение, которое человек готов воспринять от Всевышнего. А есть еще, да, есть еще, как бы, та сила, которой человек не готов. У него нету сосудов для того, чтобы... Нету готовности, как говорят, нету сосудов для того, чтобы воспринять это благословение. На него изливается больше, чем он может воспринять. Большой праведник может справиться с этим и, как бы, да, большой праведник может справиться с этим и постепенно, как бы, да, внести вот это благословение сверхобычного, больше обычного. Больше того, что человек может, человек может, как бы, за счет своей работы, за счет своих заслуг воспринять, он сверх благословение, которое изливается в мир, ему очень трудно его воспринять. Человек может воспринять это благословение, то есть обычное и сверхобычного, заслугу и больше, чем заслуга. Это два столба, ехин и боаз. И не случайно имя, скажем, родоначальника или, скажем, одной из цепочек царского рода, она является боаз. Перец – это так же, как тот же намек, что и перец, и зерах. Перец – это от слова «пурец» прорывается, да, чудо, нечто необычное. Зерах – это сияние, свет, да, свет, который светит, освещает дорогу, путь. А перец – это, ну, можно сказать, взрыв, излучение сверх какой-то звезды, что-то необычное, чудо, да. Это не случайно, когда Шауль начинает подозревать, что в Давиде есть сила стать царем Израиля, и заменить, так сказать, его на этом вкусопосту, он хочет выяснить, из какого рода происходит Давид – из перца или из зераха. Если из зераха нечего опасаться, царский род пойдет от перца, и на это намекает его название – чудо, сверхвозможное, сверхъестественное, да. С одной стороны, человек идет, передвигается по миру так же, как и другие люди. С другой стороны, в какой-то момент он способен всем сердцем устремиться ко Всевышнему, и тогда, как бы в ответ на его спрямление, на его самоотверженность происходит чудо. Это намек перец, да, это то, что делает, это то, что делает Нахшон, да, и это заложено в, заложено в имени Боас, сверх, да, больше, большая сила, больше, чем, больше, чем Ехин, больше та, к которой человек готов, можно сказать, обычный человек, да, больше естественного. И, да, и линия идет, да, и выводит на Давида, да, мы помним, что Давид, Давид – это седьмой сын, и когда пророк, пророк Шмуэль приходит в семью Ишая, то ему кажется, что старший, Ильяв, должен быть царем, на что Всевышний ему говорит, что человек видит глазами, а Всевышний смотрит в сердце и таким образом дает понять, что Ильяв не станет царем. Он, в конце концов, перебирает всех сыновей, и к пророку Шмуэля приводит Давида, и на него указывает Всевышний. Если бы Всевышний не указал на Давида, может быть, Шмуэль, может быть, Шмуэль и не смог бы определить сам, несмотря на то, что он пророк, что Давид будет царем, когда Шмуэль держал в руках рог для того, чтобы помазать Давида из этого рога, помазать его на царство, и он его еще не успел наполнить толком, не успел наполнить маслом для помазания, когда рог уже сам наполнился маслом, и масло это начало переливаться и литься через край, литься на голову Давида. Мы видим то же самое, что, скажем, нечто сверхъестественное, нечто большее, чем дается другим людям, заложено в царе Израиля. И это не случайно, потому что в нем есть и самоотверженность, и беспредельная вера, и готовность пожертвовать собой ради народа Израиля. Мы помним, что про, если говорить об особых качествах Давида, то мы помним с вами, что Давид, помним с вами, что про Давида говорится, что у него красивые глаза, но он красноватый и с красивыми глазами. На это есть целый ряд комментариев. То, что мне представляется важным отметить, то, что красивые глаза, красота с точки зрения, красота с точки зрения, как сказать, иудаизма, нашей веры, это ощущение божественного присутствия, которое скрывается за материальным миром, ощущение духовности, которое скрывается за материальным миром. И Давид этим отличался. Он повсюду, там, где другие не умели, он видел божественное присутствие, он его ощущал. И когда в пустыне, в отдаленных местах, где много хищников и зверей, совсем маленьким мальчиком, он паскод, он всегда ощущал божественное присутствие. В этом красота, в этом красота его глаз. Мы видим, что здесь, мы видим здесь, что упоминаются сестры, да, Сруя и Авигаэль, да, и почему они упоминаются, а женщин, справедливые или несправедливые, чаще всего не упоминают, а здесь и Цруя, и Авигаэль, сестры Давида, они упоминаются отдельно, и говорится, что сыновья Цруя, это Авишай, и Юаэль, и Сахаэль, да, и Авигаэль родила Амасу, отец Амасы Итар, ишмаильтянин, да, и здесь Итар бен Ишмаэль, я бы не сказал, что это ишмаильтянин, здесь нужно разобраться с переводом, но оставим пока это в стороне, да, здесь Эзра упоминает не только родословную Давиду, но не только подводит, выводит родословную, прочерчивает родословную Давида, но и говорит о сыновьях его сестер, почему, по одной простой причине, потому что эти люди, они создали, они создали Царство Израиля, они были преданными сторонниками, соратниками Давида, они бесстрашно, они бесстрашно воевали для того, чтобы создать, для того, чтобы создать Царство Израиля. Это Авишай и Юав, который был главой войска Давида все дни правления Давида, и какие бы претензии к военному, к человеку военному не предъявлялись, и какие бы споры у него, у Давида не было с Юавом, Юав воевал и выигрывал войны в сложнейших ситуациях, и даже когда не было с ним рядом Давида, он же предавал Давиду твердость, он требовал от Давида, если мы помним, в войне с Евшаломом он потребовал от Давида проявить твердость и не отдаваться трауру, не отдаваться печали о погибшем сыне, и, в общем-то, даже и в этом моменте он спас Давида, спас войско Израиля. И вот мы вышли к Давиду и вышли к его семье и к сыновьям его сестер, которые сыграли гораздо большую роль в становлении царства, чем его братья. Братья относились к Давиду с недоверием, и даже после того, как он был помазан на царство, и мы видим это из текста книги Шмуэля, а вот сыновья его сестер, они стали его верными воинами, его войсками, начальниками и его соратниками. Дальше нам рассказывается про Калева, сына Хесрона. И говорится, что у Калева умерла жена Азуба, и он взял себе Калев жену Ифрат. Жену Ифрат, и Ифрат, как мы знаем по комментарию, это Мирьям. И она родила ему Хура, того самого Хура, который пытался остановить грех Золотого Тельца и был убит. Хур родил Ури, и Ури родил Бицалеля. То есть благословение Мирьям, оно осуществилось вот по такой линии. От нее произошел человек, без которого невозможно было создание мешкана, и переносного храма, и, в общем-то, и храма в Иерушалайме. В этом плане благословение, что от Ехавида Мирьям произойдут род Кагенов и царский род, в этом плане оно сбылось, так как храм невозможен без царя. Здесь такой, как бы, царь красоты, царь понимания, царь, сумевший соединить духовное и материальное, и выразить духовное в материальных образах. И поскольку в Бейт-Лехиме жили потомки Мирьям в дальнейшем, то Бейт-Лехим назывался его второе имя было Ифрат. И люди, происходившие с Бейт-Лехимом, назывались Ифратим, люди из Ифрата. И я думаю здесь остановиться, оставить совсем немножко времени на вопросы. Я вот делаю стоп-шер. И вот, как бы, пожалуйста, если что-то есть спросить, я готов пытаться ответить. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, может быть, где-то в устной Торе, в Талмуде, есть что-то по поводу Шейлы? Потому что, как бы, так сказать, вот в определенном месте, так сказать, он упоминается, и после этого в Торе во всяком случае возвращения к нему нет. То есть, было ли у него потомство, потому что это, скорее всего, нет, как я понимаю, потому что это, так сказать, продолжение было бы, другое продолжение Игуды. Насколько я понимаю, у Шейла было потомство, если я не ошибаюсь, да? Беру этот вопрос также себе на домашнюю работу. Да, спасибо, спасибо. Рабзеев, я не знаю, совершенно не настаиваю в рамках, так сказать, этого урока отвечать. Может быть, это мой пробел. Я действительно точно не знаю границу, когда еврейский народ начал определять по материнской линии принадлежность к еврейству. Или это достаточно короткий ответ? Я думаю, что это, в общем-то, относится к нашему уроку. Мы говорили о родословной сегодня, определении родословной. У нас в трактатике «Душин» есть строчки истории, которые говорят, приводятся строчки истории из книги «Дворим», которые говорят нам, из которых видно, что идет по материнской линии. Да, вот, родословно идет по материнской линии. Суть такова, как бы, как нам раскрывает трактат «Душин», что мы видим, что когда говорится, что вот, чтобы ты не отдавал свою дочь, да, не отдавал дочь свою замуж за ханаанские племена, вот, а и не брал ханаанских дочерей своему сыну в жены, да, то мы в этом тексте с вами легко, да, чтобы они не развратили, да, чтобы они не развратили, да, сына твоего. И мы в этом тексте легко видим, что речь идет о сыне от дочери, да, от сына от дочери, твой сын, это сын от дочери, даже если, даже если, скажем, она стала женой хананейца, все равно сын от дочери, твой сын, да, вот, а сын от, сын твоего сына, который женился на ханаанейке, он не является, он не назван твоим сыном. Это то, что разбирает трактат «Душин», поэтому представляется, что все эти изыскания, что в период возвращения из Бавилона, потому что при разрушении храма было, там, скажем, много насилия, нельзя было знать, кто отец, и достаточно было того, чтобы была мать еврейкой, и вот начали считать еврейство по матери. Мне представляется, что, скажем, эти изыскания, они совершенно излишни. И, по крайней мере, скажем, если мы опираемся на Талмуд, мы не можем как бы иначе поступить, иначе у нас вообще все повалится. Талмуд – это наш источник, который был признан всем народом. Мы опираемся на Талмуд. Мы видим, что Талмуд в трактатике «Душин» явно показывает нам, что, не скажем, опираясь на Тору. Может быть, ее можно прочитать по-другому, как всегда, но трактат «Душин» читает таким образом, что родословное всегда идет по матери. Я думаю, что вопрос весьма по теме, поскольку мы говорили о родословных и так далее. Но вот мне кажется, что вот это нужно как-то, это нужно принять, потому что другого пути нет. То есть, однозначно, что ни со времен Эзры не было изменения, ни после первого храма. То есть, эта преемственность по материнской линии, она была как бы с Тарами-Синай, да? Это Галахар. Да, 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 да. То есть, это то, что получается по нашей традиции. Можно рассуждать логически, там строить разные моменты, искать какие-то исторические доказательства и так далее. То, что касается нашей традиции, у нас нет других вариантов. Да, что четко традиция наша именно с горы Синай. Да, да, да. Можно постараться это объяснить, скажем, да? Вот почему это так, и как, может быть, при случае мы постараемся представить себе, почему, скажем, национальность определяется по матери. Окей. Хорошо. Ладно. Если есть какие-то вопросы, хорошо. Если я пытаюсь ответить. Если нет, то мы можем с вами закончить наш форум в надежде продолжить его в следующий раз через неделю. Хорошо? Вот. Окей. Спасибо, Равзиев. Так, сейчас у меня есть здесь... О, всё. Так, 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 я пытаюсь сделать то, что мне... Так, 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 так... Продолжение следует...